всем приветствовать на своем канале ну что ж попробую сейчас чуть-чуть по-другому сделать видео по фарминг симулятор думаю другой формат попробуем его до нашел интересную карту мы ее попробуем да то есть вот как она выглядит давайте в карьеру выбираем так не фармер так и сейчас надо выбрать так николай так вот она будет big flat техас вот это интересная такая карта но и сразу скажу что мы ее начнем самое начало будет будет как устанавливается установки на карту и потом как мы будем потом с ней работах ладно берем котина берем все моды а потом с модами отдельно разберусь так что главное вот старт сделать до до еще мешает не не успел убрать ппппппппппппппппппппппппппппппппппп где то extension и вот он не мешает я думал что он что-то добавит не нифига не мешает не дает так планет 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 кстати в чем разница этих модов я айбасе буллингстоп планет 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 вот этот планет по словосы extension надо убрать но и вот все сапой так у нас big flat текас посмотрим что это но не совсем flat по моему там есть такие неровности да посмотрим как это работает идея теперь какая заключается что мы будем во первых конечно конферен все так идея такая что мы будем работать в полях в принципе так во первых нам надо скорость меньше до 0 5 дальше зайдем в карту посмотрим что у нас тут есть в принципе сейчас зайдем вот наша начальная база стартовая сейчас все на хрен продам блин абсолютно все почти абсолютно там один большой не знаю будут большие трактора не будет он может будет так что у нас тут есть тут у нас есть некоторые девайсы так у нас тут прицеп стоит так а прицеп это у нас вилсон трейлер это большой трейлер значит где-то должен валяться и трак скорее всего обычно так дают давайте сейчас быстро пробежимся посмотрим так обычно все что дают это нам не лично не а вот трейлер стоит ну что у нас тут мак трукс про лайнер ну хорошо пускай остается блин не самая хреновая версия здесь у нас шестьсотка 6200 здесь у нас 7 вот может он останется так дальше опах наверх забираемся через дверь пройти можно так это у нас легким наверно до бендер 7810 но сейчас посмотрим так бредал так что у нас тут ликует фертилизе танк здесь у нас то по моему жесткие удобрения то есть твердое но хорошо давайте сейчас просто во первых установочки айна сперва дав продажу так construction так мне не понадобится вот это да вот все это продадим блин так домики тоже заработаем первые деньги потому что у нас вообще соточка с с это тоже с я принципе не все не устраивает здесь кстати надо посмотреть на карту давайте глянем еще так что у нас по полям показываем как это у нас 18 гектар это у нас 27 это у нас оба 44 до сколько цена 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 624 я думаю что этот куплю здесь 375 думаю купим так возвращаемся магазин рано еще давайте сейчас посмотрим так первым делом construction убираем все что нам не нужно это тоже селл это селл это селл так гаражи мы продадим кстати нам самую большую деньгу принесут домик 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 я подумаю куда ставить наверно тоже продадим все с этим разобрались у нас пустое поле и опять же карте смотрим где наша нам принадлежит вот это и это а а теперь со стадии роста интересно как crop type здесь у нас 9 поле что у нас по цвету картошка да здесь у нас поле ком здесь котом барли нет здесь не потата сорго сорго здесь блин может собак купить сейчас посмотрим так девяточка у нас черт но это плохо блин не хочу я потату залезать не хочу залезать я в этим хлопок хлопок конечно хорошо но так сколько стоит это поле 700 стоит так а что на нем растет барли сугорбит нет сорго нет блин а что ж такое количневое блин здесь грас вот только здесь он лазит радишь тоже блин нет так это уже интересно но вообще что не засеяно блин третье поле сейчас глянем а но все вот и посол да так давайте глянем тройка подсолнух где у нас лаверс ай он был выключен да еще на что-то выключено не видно второе поле чуть выслушайте подсолнух это круто блин я надо подумать сейчас может это у нас принадлежит здесь картошка ай соя наверно нет свою крученому что ж у нас выключено здесь все включено что на втором поле блин геркина никто не выращивает коттон сорго грапис нету оливис нету паплара нету точно здесь она свят барли ты блядишь тоже на втором поле вообще пустой так второе поле блин если дико пусто допускаю но остается значит а потом можно будет прокрыть проконтрактить его да нет раз не пустое поле спид лимит 50 до здесь пустое но дата фаун все понял хорошо наверно берем подсолнух блин если денег хватит и в принципе нам для начала хватит а там будем смотреть по мере развития будем объяснять теперь идем магаз да так у меня в технике так траки остаем гарвистер да сэл сразу да есть машина нахрен сэл с трейлеры мне точно вот это не понравится у него объем маленький так гядерсы тоже сэл диск гарус сколько ты на сколько метров 8 метров продать плантеры плантер плантер кинза блин давайте продадим так фертилизер спридер бредал маленький блин на 12 метров блин черт ну давайте продадим так этот тоже можно продать галт системы обе сэл эту тоже сэл она мне нахрен не надо скир стир ладер погрузчик не надо трак трак можно оставить можно не оставлять я думаю что сейчас лучше продать трак тоже продать деньги отобьем так леса продать продать теперь медовый трактор ладжёвы насколько тут 388 может тебя отконфигурировать и не палится 7r хороший трактор так медовый трактор два один оставим вот этот продавим накапливаем денежку так теперь смотрим на карту очередной раз да так смотрим можем ли мы это купить стоит сейчас у нас два с половиной ляма да вот сколько мы заработали за продажу давай хотя хотя сейчас глянем состояние уборочное нет оно растет еще наверное надо покупать это покупать или это конечно блин тут такие блин поля посмотрим я думаю что сейчас надо купить вот это поле даже не париться да сколько у него 64 гектара да покупаем да купили а вот четвертым я хочу кластер себе создать да тоже там прорастает там по моему картошка блин в алое 357 не знаю надо посмотреть так оно пустое и и опять же сколько за пустое поле 730 блин за пустое поле 730 по объему на 58 гектар блин это большие поля реально большие так 22 так это можно тоже купить 50000 нам помешает но это будет наша территория шестнадцатая шестнадцатая семнадцатая двадцатая так так я глубокая задумчивость да 12 пустое 16 блин сейчас посмотрим что тут есть это это у нас по моему сорга вот там суберкейн сорга да сорга сколько ты хочешь за 16 427 за 15 гектар у нас полляма наверно покупаем покупаем сейчас проверяем состояние по росту так это растет это единственное пока убивает убирается да тройка наш одиннадцатый наш девятка с картошкой блин не буду я сейчас мучиться вообще от слова совсем нефиг тут париться полей немного но они такие достойные это подождет двойка в принципе мы приготовились теперь нам что надо сделать сейчас так у меня медовый один трактор и один большой трактор этот правда не то вы спреер блин ааа sell yes хорошо теперь у меня есть только трактора давайте посмотрим что у нас тут по дешевке продается нифига хорошего не продается лизард 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 ну нет не пойдем таким путем нам надо сперва купить гарвестер первым делом а потом будем думать да вот лизард колоссус блин это мой любимый да это цирр эдишн по моему там да единственный вариант конфигурация колоссус колоссус лардж он реалистик меня не устраивает 153 вот колоссус лардж это у нас 19 тысяч вот 72 две штуки это самый раз кстати хе-хе-хе терра трак пускай будет у сэу тут без разницы биканы майн колор давайте сделаем темно-зеленым дизайн колор светло-зеленым вот такой пускай будет резервный когда тот начально тоже очень офигенно смотрелся ну давай может что-нибудь поинтересного да вот так вот хотя сейчас дизайн вообще держится по черному не а то не смотрится в слово совсем но примерно так как и был фрейм давай это черный сделаем черный есть абсолютно черный о пускай так и будет сейчас думаю или зингануть его или так у нас миллион 200 да по лизингу можно его конечно выкупить потом а давайте в лизинг возьмем чуть-чуть дороже будет но а и windows tint можно еще сделать дороже такой вот синий смотрится конечно green red dark пускай будет затемнен да наверное возьмем лизинг взяли 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 лизинг теперь нам надо к нему прицепить так прицепить голову уборщика и мне надо еще трейлеры трейлер с трейлер с трейлер с трейлер с где мой любимый трейлер который самый хороший мистер аутман крамп вот этот бандит я к нему привык я уже не могу кустом айс так копать 98 кубов трейлер делал майн колор все же сделано давайте мы его сейчас подведем там был синий да такой темно-синий блин дизайн красный нифига там рим колор почти не видно теперь думаю это наверное это купим блин мы с ним две штуки буй ес хорошо прицеп есть сейчас мы еще купим не аугера мне нужен этот фуражный вагон сейчас быстренько все сделаем страутман 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 потенгер грин класс пергман где же у нас слон а наверное страутман да из мода возьмем так велситап локинг спит быстрее работало 26 все купили 27 максимум майн ковар пускай будет все это стоит нам 133 buy yes так прицеп есть для подборки сломы есть прицеп для зерна есть трактор есть комбайн возвращаемся головкам комбайнов то есть отдельные ядерс берем самый широкий нефиг тут мучиться я думаю это вот Agony B брать или Agony B Airflex я думал офигенно нифига 18.3 можно считать самый широкий нефиг а а я нефиг а я нефиг а я это меня устраивает бой или блинг блинг хорошо так что мне надо еще давайте подумаем трактор есть допустим он хреновый но есть надо разбрызгивать сейчас может целых два наверно один под так фураж 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 нет 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 где тут спридеры мне надо так придал наверно этот и под той поток с вами за и шума extension 100 берем 28 давай 28 спридер спридинг диск спридинг юнит так бай конечно и думаю что я сейчас не помню блин и то и то делает давайте еще один раз с экстеншеном 28 спридинг диск спридинг юнит айклор блин не меняется не намел еще сколько тебя мем 18 литров а этот если его с максимальным биг 14 ну хорошо вот этот под добрый одобрение пойдет 728 28 так спридинг юнит биг чтобы чуть-чуть разные были в одно загрузим другое так 28 стандартные тут больше ничего не надо так бай так все что можно купили так потом уже будет под посадку это отдельная тема сейчас нам надо восстановить состояние почвы давайте сейчас это у нас это мощный трактор давайте сейчас кстати на мощника сядем сейчас и мой блин его закастомизируем так нам ехать куда так сейчас надо разобраться с карты где у нас shop shop вот здесь находимся тут находимся сейчас ладно понял сейчас поедем к шопу а кстати смотри у нас же валяется достижения но тут так весело более-менее да и надо будет еще головку на подсовку купить ну а то так к сведению большой плюс что между полями вот нету никаких оврагов ничего но большие поля большая большая территория полей немного но есть кстати давайте посмотрим еще одну вещь контракт у нас контракт сеттингс это нет финансы с контракт где контракт уже забыл это ценный таймс севинг стоп чек блин так контракт сеттинг вот на поле седьмое да спрейнг я не буду делать были тоже заработаем сколько двадцать одна штука блин за убор ну ладно пока берем будет культивация о кстати на культивацию четвертого поля блин можно еще тоже забрать 13 да возьмем конечно и культивейтинг тоже акцент контракт на культиватор мы купим вот приняли контракт и еще будем потом крутится сейчас технику надо это будет уже во вскрине то есть я не буду мучить вас долгими событиями что тут творится сейчас я показал в начальность youtube сейчас мы съездим куда нам надо и посмотрим вообще карту это колеса назад крутится не совсем он правильно работает потому что надо сперва побрызгать на поля и трактор наверное сконфигурировать как следует да вот мы приехали дальше там уже ничего нет так у нас должен быть animal dealer сейчас проверим да вот он animal dealer разгрузка сено как всегда вот и наша техника теперь давайте посмотрим что можно закастумизить в тракторе где вот тут ремонт ремко блин вот здесь ремко во-первых этот сетап очень сильно не нравится так джон дир кустом айс так колеса с веса с весами норкнул я хочу будет шеллинг и сколько у нас получается блин слабенький вот 370 сколько может 380 лошадок уже черт может его оправдать лучше это починим и продадим я лучше куплю нормальный трактор п-таш лордёвый трактор сейчас найдем что нибудь более-менее нормальной цене по мощности на только не переламывающийся мы так они вот фэнт варим до 430 в принципе тут ваха 628 вот этот надо брать и не париться устанайс так самым мощный движок рак сетап мая чевая до заря про компакт нахрен не надо где пьес надо пока не надо байзен плейту надо настроить до наверно да где-то у нас влезет где-то вот так майн ковар техас плейсмин, тайп, все, space, окей не понял я же нажал, окей ай, плейсмин, фронт и бэк сейчас хорошо так, где наша лицензия, вот она стоит блин, хорошо ну вот, и в принципе наверное, сколько у нас тут полторы, лямб, лямб давайте трактор этот купим так, есть мощный трактор есть немощный трактор так вот, сейчас немощный трактор у которого маленькая мощность сейчас поедем тоже туда же в принципе, начальный сетап будет готов в нашей ферме я еще его потемнигую сколько он смогу подниму движок в принципе, может веса еще поставим на колеса спереди трехточка есть, хорошо и дальше я поеду усыпать эти удобрения и мел, это основное да, то есть это уже показывать не будем потому что у нас поля, которые мы купили не в принципе с неправильной установкой ай, ну да, еще надо карту не знаю, купим наверное купим 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 сателлитные данные так оно будет проще ну вот в принципе у нас осталось 629 тысяч я еще подумаю что нам сделать потом я сейчас думаю что сейчас будет такая схема работы да сперва берем трактором цепляем инструменты то есть для один для уборки ну и смысле для мела другой для удобрений загоняем на поля пускай они удобряют и все делают да а поедем на контракт просто выполнять его так ну вот так блин конечно смотрится аппараты наши стоящие да круто ну сейчас я вот его еще затюню середнячок очень нужен трактор пускай он будет да так смотрим народ tires фронт лоудер ну вот пускай будет тоже если что и зале ну не без ну white tires хотя стандартная на нару нару все желает ну пускай будут white нотки нотки красивые океаны да за зале сейчас а надо будет удобрение еще купить и и и и и и и и и так два бредала они разные и и и и все и 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 коллективус посмотрим вот такая тут кстати по моему починили блин у него с поворотами колес были раньше проблемы о вот это аппарат с ним даже кататься сложно так я видел коллективус надо собрать деньги на 2 с половиной штуки считайте хорошее количество удобрения так ну и надо наверное покупать мне big bug палец так мне надо лайм с лаймом блин я не знаю это подстанция себе подставить будет проще давайте тогда сделаем этап формулан констракшн по моему здесь будет чуть-чуть чуть-чуть в тулах по моему щипаемся ни хрена не в тулах во-первых нам надо вот эти депестейшн поставить оно будет точнее работать так только надо правильно заехать так на свою карту поставим станцию почти нифига не стоит но дает большой эффект для этих наших гномитов блин так где наша ферма наша ферма там ну и вот она почти посередине так что сейчас это чудо ну простите надо он где-нибудь здесь пока пускай будет еще надо купить контейнер контейнер по-моему это будет контейнер это будет у нас фронт силу лайм это не то бывает продажная станция да сила нет 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 это это сторож блин это все хорошо но туда привозить надо блин были просто продажная станция по продаже колонку еще это у нас о даже функция не работает будет настоящим это не то настроить на самом начале года считайте самое сложное это точно не продакшен это не сила с контейнеры должны быть так здесь сторож это сторож сейчас подожди найдем не в шедах шеды это все это не то сейчас я уже забыл опять давно и настраивал заново игру но силосная нет в тулсах скорее всего в тулсах а это дизель электрик нет это биометан нам это не надо да вот дизель будет стэшн кстати дизелек можно поставить заправочку тоже не мешает где-то посередине потому что заправку я тут не очень не видел но а где же мелом покупка мела в контейнерах по моему это в сторож коммерсив онлайн нет боинг стэшн о о о о то что мне надо только вот надо это где точка погрузки будет но вот здесь поставим во в ландскейпинге можно прорисовать асфальт пико что у нас вот будет точка погрузки а там будем решать все остальное дальше это мы еще ничего не настроили это вот так так мне надо на своих так на это поле сателлитку через соу информацию купили нифига не поменялось странно в в в в в в да салтайпы блин фига не поменялось странно ладно так первый трактор готов готов тут у нас что растет кукуруза блин Мишель Гамон, 5-6 фуруч. Так, это поле какое, блин, самое крайнее. Ну, интересно. Так. А, тут маленькое поле, блин. Можете его купить. 223 штуки. Не знаю, блин, может купить. Давайте, yes. Купили. 21-ое. Да, тоже купим. А все остальные поле, блин, с кукурузой. Кукуруза, хорошо. Здесь, по-моему, столбов нет. Хорошо. Ну что ж, на короткое время прервемся. У меня техника сейчас поедет заправляться. И мы будем... Ну вот, кстати, да. Сейчас заедем. Заправим. Здесь у нас большой, значит, мел надо заправлять. Так, а туда ли я еду? Нифига, я не туда еду, блин. Вот так, смотрим на карту. Туда я еду. Не, бля. Это я... У меня сегодня с голова не работает. Правильно я ехал. Так. Тут еще и машина ездила. Ну ладно, помчались напрямую. Сейчас заправим его мелом, поставим на рассыпку, блин. Так, и посмотрим, там все ли есть. Блин, что-то у меня карта не отработала. Но, говорят, карта поддерживает престижинг-фарминг. Так что сейчас глянем. Поедем на заправку. Заправим его мелом. И тогда все будет у нас понятно. И поедем потом... Я поеду контракт делать. Надо будет потом еще культиватор купить. Да. Вот, кстати, культиватор купим. Здесь поля большие. Нужны здоровенные культиваторы. И потом будут промежуточные вклейки, про результаты достигнутые. Потому что ферма по иначе нельзя. Можно будет, конечно, записать какую-нибудь уборку. Но посмотрим. Может, стримы сделаем. Напишите, интересно стримы. Не интересно по ферме. Или все же так в очень коротком формате делать. Так, сейчас мы подъедем и здесь дозаправимся. Блин, знак, конечно. Ну, страдать будет, да. Открываем капот. Так. Это двухместный, да. Лаймом мы его заправим. То есть лаем. Мелом. Сейчас я проверю, видно ли статус полей. Если нет, значит, надо будет покупать машинку, которая будет все это измерять. Так, заправились. Смотрим. Ой, блин. Я же забыл совсем. Да, 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 да. Ой, забыл, блин. Но не работает. Во-первых, не работает, что не показывает сателитной информации, блин. Да. Помел. Нет, не отработало. Ладно, буду разбираться. Пока прервемся и потом уже все сделаем. Блин, наверное, трактор настройку по-другому надо сделать. Так что далеко не уходим. Скоро будет все. И продолжим. Итак, продолжаем репортаж с наших полей. В принципе, вот я поднял нормально ситуацию. То перфект по удобрениям и перфект по мелу. Мы начнем убирать поле. Дальше. Что тут происходило? Я сейчас коротко по карте покажу. Значит, ситуация такая. Я все же купил. Девятое поле с картошкой, блин. Не посмотрел. Да, ошибся. Одиннадцатое, тринадцатое и первое. Тройка мы когда-то покупали. Шестое. А, шестое тоже уже наше, блин. Не заметил даже. А, и тут, кстати, шестое было рядом с этим. То есть, если посмотреть, так вот получилось, что шестое наше. И тут десятка. Здесь были строения, которые я разобрал. И у нас улетело еще по деньгам. Еще неплохо. Итого было продано строение за 2,5 ляма. И этих 1200. Итого у меня сейчас в плюсе. Я сижу, ай, и кредит брал. Потому что перед тем, как купить это поле, блин, у меня деньги кончались на удобрение на все остальное. Ну что ж, первое поле, которое наше, убираем. И еще одно будет потом с канолой, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и здесь поля большие. Что, в общем-то, карта чем хороша, что поля большие. И, в принципе, нигде почти не надо делать развороток. Вот это большой плюс. Ну и, соответственно, сейчас мы первый урожай продадим. Уборка произойдет быстро для вас. Для меня не очень. Вот, и поехали. Значит, когда закончу уборку, я еще планы у меня насчет соломы есть. И еще один прикол был с контрактами. Игра была засеивлена. Я вышел из игры. Контракт был сделан. Уборка на 100%. Оставалось только собрать солому. Черт. И я уже задолбался, пошел спать, выключил игру. И контракт исчез. То есть, сдал урожай. В принципе, привез. Он был на 100% выполнен. Но не убрана солома и контракт не сдан. И в результате этого получилось так, что я остался без денег за контракт. Ну ладно, там, за излишки урожая чуть-чуть я там получил надбавку, ну и фиг с ним. И соломы чуть-чуть убрал, так что тоже хорошо. Есть мод, который позволяет убирать солому. Вот сейчас проедем полностью круг. И в принципе, на этом закончим это включение. Сейчас будет все быстро. Так раз, заехали, убрали. И я думаю, что знаете, что мы еще сделаем? Наверное, поставим рядом с нами один из силостных, ну не силостных, бажистов, скажем так, элеваторов, наверное. Я, блин, как их правильно назвать, даже не знаю. Посмотрим, сколько мы соберем зерна вот с этой радости, с этого поля, который первый наш, да? То есть вот чисто посмотреть результат, сколько он выдает по урожаю. А потом этот урожай, наверное, весь уйдет на продажу. Может и на продажу, я даже не знаю. Вот надо подумать, да? То есть реально, что делать? Посмотрим, как с деньгами. Но в принципе, лучше продавать. Потому что деньги сейчас нужны будут на еще дополнительную технику. Так, здесь. Так, уедем чуть-чуть. Так, разворотку сделаем себе. И в принципе, вся техника почти уже есть. Знаю то, что все же вот средний трактор сейчас в данном случае второй слабоватый. То есть я не могу на среднем тракторе оттаскать культиваторы, скорее всего, селку. Не смогу танкать, оттаскать, да? Так что придется, наверное, средний продать и купить еще один большой колесник. Ну, это так, скажем. Это чуть-чуть позже. Деньги есть, позволяют. Так что, в принципе... Но скоро будет картошка, вот на картофельный комбайн тоже понадобится. Не посмотрел. Ну и ладно. Не посмотрел, не посмотрел. Купим для картошки комбайн. Выйдем стабильно в деньги. Можно будет тогда уже ферму строить. Слушайте, неплохо. 55% это много. Ну что ж. Продолжим уже в следующем включении. Когда уберем поле. Еда, кстати. Вот что обещал. Давайте мы купим сейчас. Так, construction. Ну, что-то задумался. Не знаю. Decoration. Нет. Silas. 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 Вот очень интересная. Up manager. Auto plate manager. Есть такая вещь. Но я хочу мои любимые, да. Так, этот лизардовский на 2 ляма. Нет, скорее всего. Есть тут больше. Больше. Я хочу больше на вот этот на 5 ляма. И этот Silas. Может такой вот купим, да. И сейчас сразу я поставлю его куда надо. И будем сюда загружать. Здесь, я думаю, сделаем свою технику. Может даже ферму поставим. И там потом будем смотреть. Есть идея еще по бокам. На свободной земле. Поля, размеры полей не буду менять. Просто вот тупо поставить. Вот здесь мы его сейчас поставим. Расти дерево и попробовать делать деньги на дереве. Вот где-то здесь и поставим. Будет очень нам удобно. Все под рукой. Ну вот. В принципе, даже ровно получилось. Почти ровно. Вот сюда будем все складывать. И потом посмотрим результат, да. Ну что ж. Ждем с окончательной работы. Для вас это очень быстро произойдет. А для меня, ну, чуть-чуть дольше. Да. Уборка эта. Потом следующее поле еще зафигарю. То есть. Ну что. Осталось чуть-чуть. Не заканчиваю. Кстати, поезд здесь на этой карте есть. И мы продолжаем. То есть. Вот уборка. А, черт. Вот. Не очень хорошо. Ну ладно. Так, сейчас. Тут работает. Тут работает. Да, третий трактор купил. Ну просто так уж получилось. Ну а надо еще один тяж покупать. И в принципе сейчас у меня еще и контракт делается. Короче, там. Нанятая техника. Так, сейчас вот. Вывезем эту часть, да. Так, выгрузимся. Заберем остатки. И... Я надеюсь, что тут влезет все. Сейчас съездим, выгрузим. Потом посмотрим, сколько у нас получилось. Поле большое здесь. Что-то он мне не нравится. Как он едет. Кстати, что я могу сказать? По-моему, такое ощущение, что еще и рендеринг чуть-чуть изменился полей. Не знаю, как особенность этой карты или все же апдейта. Вот мы быстренько сейчас все сделаем. И в принципе... Скоростями тракторов тут что-то непонятное творится. То есть очень урезана скорость. Ну и здесь вроде бы пятисотник должен тянуть. Что-то поменялось здесь. В апдейте, да, были там всякие фиксы и все остальное. Добавили кое-какую технику, но что-то опять в очередной раз поменялось. Ну ладно, бог с ним. Не суть важна. Не суть важна. Сейчас вот сделаем еще разгрузку и посмотрим, сколько у нас из поля получилось. Сейчас очень такой урезанный короткий режим работы, да, то есть реально... Стой, 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 как-то тяжело тормозишь, блин. Так, угружаемся. А я думаю, что мы сейчас даже трактор гонять не надо, не будем, потому что на следующем поле уборка тоже будет нужна. Мы как раз съездим туда, но к следующему полю и в принципе сейчас только оценим результат. Я думаю, что мы продадим, наверное, этот урожай. Кстати, первый раз делаю контракт по засеву, будет очень сложно, конечно, определить, потому что будет он в плюс или в минус, но я надеюсь потом на то поле получить скидку. Я его заберу, наверное, тоже чуть-чуть попозже, через несколько месяцев. Пока еще идет первый месяц, так что много чего происходит. И главное это спасение урожая из тех полей, вот там контрактник работал, да. Ну и здесь мы, я думаю, как раз уберем все. Да, все уберем, прекрасно. Сейчас выгрузим просто из бункера. Так, все. Плотилка выключена. Ну, этот хоть едет нормально. Если кто не знает, с комбайном она тоже в силос, в силосная башня. Ну, там не силосная, но элеваторная башня. В хранилище, вот, в хранилище будет правильнее, потому что не только зерно хранится, тут мультифруйт, так что очень много чего хранится. И мы сейчас вот заедем и выгрузимся прямо здесь, поедем на следующее поле и оценим результат, что мы тут собрали. Потому что еще надо будет салону собирать. Кстати, давайте посмотрим, сколько у нас получилось. 425 тысяч литров. Да, ну вот так нормально, я бы сказал. Это если продавать. Давайте посмотрим, где у нас тут продажи, продажи, продажи. Это вятки, у нас есть. Можно продать по 2626, причем цена будет падать. Я думаю, что продадим, и это за 1000 литров, по-моему. Там у нас, значит, где-то около ляма лежит. Но это потом сделаем, да. Теперь смотрите, что есть еще у нас. Насчет соломы, какая у меня есть идея. То есть, давайте, опять же, цены посмотрим, да. То есть, вот у нас есть страф, это солома. 152, кстати, Лона Стар Бейлз, за 364 скупает. Это какая-то очень заданная цена, блин, ну ладно. Но есть силос. А силос уже продается по штуке, да. Причем там один в один идет. Так что я думаю, что мы сейчас сделаем эту вещь. Она не так быстро работает, но дает конструкции, продакшены и, по-моему, факторис. Вот сейчас найдем. Тем более, что мне потом силос на и так. Это gestion farm. Вот она делает из всего силос. Функшен фраг. Почему не хватает? Она что, работать не будет? Так. Это не топ. Это пикфут. Это не то. Миксит рейшн. Рейшн. ТМРК. Пикфит. Блин, ну силосная. Вот мне не нравится, что эта функция с ошибками вываливается. Ну, сейчас посмотрим. То есть солому. Вот она. Может, там только описаний не хватает. Но это производство силоса из соломы. Из всего, в принципе. Из травы. Из соломы. Я думаю, куда сейчас ее поставить. Я, наверное, вот здесь где-нибудь поставлю. А там будем решать. То есть мы перестраиваем ферму под себя. Так что, наверное, так. Никому мешать здесь она сильно не будет. И рядом. Вот так. Теперь что делаем? Сейчас будем собирать солому. Первую солому отправим. И как раз займемся продакт. Продукшеном. То есть так. Подцепили. Соответственно, ВБР здесь быстренько. Думаю, один контейнер наберется. Это очень быстро будет. И покажу, какие у меня планы насчет этого. Так. Заехать только надо правильно. Собираем. Полные наберем. И потом, соответственно, выгрузим. И запустим производство. Посмотрим, что из этого. Можно напрямую продавать. Можно с производства. Главное, чтобы оно запустилось. Потому что это шипам не нравится. Потому что самое лучшее применение соломы. Это превращать силос. И это такая модификация, которая, в принципе, очень полезна. Но 425. Это, в принципе, очень даже неплохо. Я думаю, что мы удачно продадим. Я все же сейчас первый урожай продал все же. Заморачиваться с производством для животных тоже пока не хочется. Просто потому что коровник, в принципе, меня интересует. Больше ничего. Можно пчелы. Пчелы, пчелы. Ну, пчелы, так скажем. Тоже дело такое. Нажимное. О, набрали. Видите, как быстренько. Даже не успел до конца доехать. То есть... Сто кубов. Да. Ну, чуть-чуть так завышено, скажем. Да ладно, мог с ним. Пускай так. Здесь вообще на больших полях надо большую технику. Абсолютно. И с прицепами. Блин, я... С удовольствием... Жалко, нету таких двойных прицепов. Здесь, по-моему, да, даже не подцепишь. Другого. Давайте сейчас запустим всю эту схему. Посмотрим, как она работает. Вот здесь у нас будет такое маленькое производство сделано. Потом, я думаю, здесь посадим лесочек. И потом она будет пилить. Так. Вот, выгружаем. Причем движок во время выгрузки на 48% загружен. Вот. Вы здесь видите, под пидометром есть загрузка движка. Насколько он загружен. Значит, первое производство реально поставлено, да. Так, все. Значит, так вот. Есть вариант. Можно вот через здесь. Ну, что, не хочешь? Ну, ладно, пойдем, блин, мы пойдем вот так в производство. Так. Сразу силач. Активейт. Мы сейчас силач сторинг сделаем. У меня работает все нормально. Два. Сейчас проверим. Пять. Ну, все работает. Это хорошо. Я потом солому уберу. Сейчас поедем к другому полю. Следующая уборочка нас ждет. Сейчас посмотрим. Так. Карта. Поле сейчас развелось. Так. Карта. Карта состояния. Гроу. Вот этот. Второе поле, блин, оно уже проросло. Там мы сеем. Это все хорошо у нас. Здесь у нас мел разбрасывается. Короче, все работает. Трактора работают. Здесь надо будет еще разбросать и удобрения, и мел. С удобрениями что-то не ловит основание поля. Так. Нам надо проехать туда. И... Давайте эту игру сейчас уберем. А, блин. Да-да-да-да-да-да. Не все так просто. Я потом, не знаю, если это мое поле, то я, наверное, эти вот пару деревьев вырублю. Все, чтобы можно было спокойненько кататься. По дороге. Разбросано очень немало этих... Как они... Всякие игрушки, да, деревянные, за которые вы получаете дополнительные деньги за каждую игрушку. Две с половиной. Ну, это так мелко, но, тем не менее, приятно, да. Ну вот, мы, в принципе, уже и подъехали. Сейчас следующий этап уборки, то есть, соответственно, мы в следующем поле. Это тоже наше, но сейчас проверю, все ли с ним хорошо. Вроде бы все сделал. Так, багаж, гуд. Гуд перфект, перфект. Ну, по краям чуть-чуть не досыпал, но бывает. Так, включаем и поехали. Сразу можно другую откинуть. Ну, вот пошло. Ну, это у нас рапс. Здесь солому не будет. После уборки, продажи, я не знаю, можно, может, купим даже, ну, я сейчас думаю, вот рапс будет, можно купить, сколько выжималку, то есть, выжимку для масел, то есть, масляного, производства масла. И, в принципе, можно выжимать и получать деньги, потому что мельницу я сейчас мог бы купить, но не хочу. Потому что не хочу. Я хочу продать зерно и получить деньги. Это мне актуальнее. Ну, вот. И скоро встретимся. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комменты. И встретимся, когда уже будет поле убрано. Вот я первый месяц в таких коротких роликах потом склею, и все будет у вас отлично. Ну, вот, мы заканчиваем со вторым полем, которым, в принципе, урожай созрел. Первый месяц действительно очень тяжелый был у меня, скажем так, на этой карте. Ну, в принципе, уже все поля, которые я прибрал к своим рукам, добрены. Мел разбросан. И потом останется вот эти два поля еще. Некоторые запахать, а некоторые одно запахать, одно засеять. А второе тоже запахать и засеять. Да, и опять разбросать мел. Ну, блин, короче, первый месяц самый тяжелый был. Ну, что, сейчас посмотрим, сколько у нас будет по урожаю здесь. Съездим, отвезем вот последнюю, скажем так, последний груз. И там посмотрим. Наверное, купим маслобойку, хотел сказать, да, завод по выжимке масла. Масляный завод, масляный завод. Блин, как правильно, даже не знаю точно. Но неважно, суть не в этом. Кстати, вот интересные качки пошли вот у этой. Она даже вот останавливается и продолжает качаться, то есть даже не двигаясь. Новый эффект. Только когда вырубаешь, да, все останавливается, все хорошо. Так, ну мы уборку завершили. Сейчас я отсыплю, нам все равно в ту сторону ехать. Так что я засыплю сейчас это в прицеп, прицеп вывезем. Наверное, да, деньги есть, в принципе, в части с долгами, но я думаю, что у нас скоро будет еще и подсолнух. Так что, действительно, масляный завод надо строить. Мы сейчас вот этим и займемся. Потом я комбайн перегоню. Давайте посмотрим, чего мы тут... Так, смотрим. Вообще, по карте, да? Давайте сейчас глянем. По филтинфо, да? Это у нас вот это поле. Я уже в него хлопал 207 тысяч, да, получается. Или это... А, нет. Это, предположительно, 254 получу, да. Сэмпл, слайм, минерал, фертилизер. Сколько засыпано, да, 14 тысяч. Мело 57 тысяч. Топливо расходовано 217. Ну, вот тут цена даже подбивается. Вот это очень полезная информация. Ну, типа, предполагается, что я получу 254 тысячи. Если так посмотреть по ценам... Цена. Ну, хорошо. Есть у нас, допустим, канола. А вот 196 это у нас есть. И еще не ждем, да? Если продавать по... В Гринвилле по 5,8 это одно. А давайте посмотрим, сколько стоит канола ойл. По 6 тысяч. Слушайте. Балин. Сумфловер, конечно, лучше. Но сколько сумфловер стоит, бля? Что-то тут с ценами, бля, производство уже, как бы, не сильно нужно. Ну, ладно. В крайнем случае, можно... Так, смотрим еще раз на канолу. 5,8 у Гринвилля-то на станцию везти надо. Я бы сказал, очень даже неплохая цена. Ну, хорошо. Сейчас сделаем. Я посмотрю, всего, сколько мы набрали. А потом, я думаю, что в станцию отвезем. Станция, по-моему, вон там стоит. Мы в Гринвилль отправим это. Ну, заманчивый вариант, кстати. Но хотя масло, ну, сейчас Гринвилля, может, цена большая, но... Но масло было бы тоже неплохо иметь. Причем оно отдается понемножку. Ну, ладно, подумаем сейчас. Сейчас подумаем. 5,8 это, блин, хорошая цена. 5,8 это полляма, считай, в одном прицепе. Ну, давайте попробуем тогда отправить Гринвилля. Сейчас я завезу станцию. Во-первых, все высыпем. Посмотрим, сколько у нас и того получилось, да. А потом с подсолмахом будем играться, да. То есть... Так, стоять. Сейчас высыпем. Смотрим, сколько у нас всего. Что-то с ценами тут непонятное творится, блин. Я в замасленной заводе. Блин, цены можно, конечно, упасть, но в данном случае нам очень полезно, да. Ну, давайте посмотрим. Всего канолы 240 тысяч. Это трехотки на тракторе, да. Так, смотрим, где станция. Реально, где станция, то есть на карте. Так, это у нас что? Вот это у нас станция. Train Depot. Train Train. Galant Train Depot. Наверное, так и сделаем. А, да, сперва давайте тогда запишем. Нет, не надо, не хочу баррель, нет. Вот. Так, канола. Стар 240. Давайте отвезем. 240 тысяч, да, получилось. Значит, если 240 умножить на 5, это у нас лям получится, блин. Ребятки, это хорошо, чертовски хорошо. На теоретических заляб я могу скупить здесь все, абсолютно. Но хочу ли я сейчас, вот в данный момент, это делать? Вот это другой вариант. Хорошо, сейчас быстренько отвезем, продадим. Это в таком ускоренном виде. Все. Чуть-чуть маловаты у нас прицепы. Можно, конечно, было трейлера, блин. Ладно, сейчас поехали. Я сейчас думаю, где у нас дорога. Туда проехать. Ну вот здесь сначала боком проедем. Так, солому убрал. Солому с этого поля 1 миллион 700 литров. Сейчас она понемножку переваривается. Давайте точно в Гвинвель продадим. Это хорошая цена. Главное, вот поезд прошел. Вот я думаю, здесь переезд будет или нет. Не похоже. А с трактором я не перепрыгну. Ладно, хорошо, поехали. Значит так. Кстати, карта очень понравилась. То есть она такая добротная все же добротная. Хорошо сделанная. Надеюсь, поезд не идет. Кто с поездом встретится, тут бы тема была. Насколько здесь... А, это засыпка. Высыпка. А вот, 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 вот. Здесь. Флаги Техаса везде висят. Флаги Техаса. Ну, заедем на такой крутой подъем. Заехали. Так вот здесь. И, кстати, заберем коллективу. Вот она здесь валяется. Внутри ходки придется делать. Недалеко ездить. Так что, блин, камера, вот как она хреново стоит, да. Сейчас высыплю. Ну, вот здесь и попривезти и загрузить, блин. В принципе, станцию можно делать как хранилище. Ресурсов. Как один из вариантов, да. Там поезд не приближается, не приближается. Сейчас отвезем, продадим. Блин, это будет класс. Кто не знает, как поездами пользоваться, сейчас покажу. Там все довольно изи. Через поля не поедем, поедем вокруг. Здесь хлопок растет. Только-только что посажено. Так что тут нас как бы не особенно волнует. А, и коллективу не забрал. Ну, ладно, потом заберем. Как раз когда подъезжать будем. Так, три ходки. Ну, я думаю, быстро мы это сделаем. Так, здесь я не проеду. Можно там проехать, есть одно место. Но я думаю, что, блин, ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. Так вот проеду. Я здесь этот участок чуть-чуть облагорожу потом. Мы посадим здесь деревья, в принципе, будем их потом пилить. А здесь будет такая лесная полоса. Причем она нам мешать не будет даже ни при уборке, ни при посеве. Так что, легко. Надо только будет старые деревья вычистить, и все. Так, ну что, здесь мы приехали. Сейчас будем грузиться. Да, канолу грузим. Канолу грузим, и сейчас вот отвезем, да, все. Там просто приезжаешь, выгружаешься, заказываешь поезд, загружаешь его к канолу, и отправляешь. Там почти шесть штук, блин, это очень хорошо, кстати, ребят, очень хорошо. Не знаю, как будет потом с ценами, блин, но сейчас цена хорошо держится. Это считайте, вот, еще пятьсот, да, тысяча. Здесь сто кубов на пять тысяч. Нет, на этом, ну да, вот еще литров на линейке. Ну, сейчас посмотрим. Слушай, наверное, так будет. Знаки всякие валяются, блин. Главное, что знаки всегда восстанавливаются, то есть они не записываются, что они сбиты. Самое интересное, когда я запахал поле, дорогу. Здесь дорогу эту тоже можно пропахать, и ничего не случится, значит, что получилось. По моему полю катались машины, мне NPC-шные. Это было круто. Это было круто. Я просто офигел от радости. Ладно, сейчас быстренько, тут минут десять, и мы там, как здесь только отклести надо. Все. Кстати, сделали что-то по управлению трактором, и сейчас он чуть нормальнее реагирует. Патчи были, много не писали про патчи, типа, а хотя нет, все равно. Но хвост вилять начинает, естественно. Да. Виляет слегка, корректировать надо. Но чуть-чуть меньше. Так что вот эта часть очень даже неплохо. Я бы сказал, что рендеринг тоже чуть-чуть изменился. По-моему, текстурки чуть-чуть поменялись. Так, главное, чтобы поезда не было. А тут это... Пока не видно. Проскочим. Так, заедем сейчас здесь, сдадим. Потом на выходе заберем. А, стой. А, кстати, зачем я выскочил? Раз выскочил, то выскочил. Так, забираем. Где-то забрали. Я очень хотел посмотреть, что здесь есть что-нибудь или здесь нету ничего. А здесь нету ничего. А дверца не открывается. Будем считать, что все... Бля, что тут творится? Нет, здесь нету ничего. Ладно, сели. Бля, что я его к стенке прижал. За что тут за другую зацеплюсь? Ну ладно, сейчас придется... О, мы еще ножки не горднули. Ладно, сейчас сделаем так. У нас есть суперсила. Хорошо, когда у тебя есть суперсила, да. Ну вот. Давай это сейчас. Без приключений нам не выходят. Судьба такой, да. Камера, ну вот, это очень интересно работает. В закрытых помещениях. Ладно, сейчас выгрузимся. Третий рейс полностью все влезет. И отправим поезд. Закажем поезд, загрузим. Если я все правильно помню еще, да. Поезда очень хорошо. Если, допустим, перевозить что-то надо в крупных размерах, то да, поезд хорошо. Но здесь не тот вариант, потому что одна станция всего. На некоторых картах их несколько, там поезд не идет, не идет. Всегда идет оттуда. Всегда оттуда. Появляется из ниоткуда и уходит в никуда. Интересно, там, в принципе, жалко. Машины тоже там некоторых. Когда еще более-менее стонели, так еще полхрена так по восприятию. Так, ну не знаю. Так, последняя охотка. Продадим. У нас появятся деньги. Много денег. А насчет фабрики я еще подумал. Ну, сейчас не горит, в принципе. Урожая не так много. Но у нас подсолнухополе большое растет, да. То есть, там вот это подсолнечное поле, да. У его всего. Да, старт. Сейчас 44. Уба. И все будет у нас отлично. Здесь неровно соточка помещается. Это 98. Так что было 240. Это было 98, 98 и 44. Все хорошо тут. В том плане. Там, по-моему, какая-то арчивка еще лежит. Как-нибудь было. Может, мне показалось. Я, кстати, искал самый быстрый трактор. Единственный, который 60 дает. При длинных перевозках это немножко напрягает. Можно, конечно, фуру для перевозок. Ну, подумаем. Насчет фуры надо будет еще подумать. Ну, так. Срежем. Аккуратненько. Разметка американская. Желтая посередине. Белая по краям. Наги тоже американские. Вот, спид лимит 70. Это, правда, 70 миль. Если верить в американскую теорию, да. Правила. Там, у них 7 миля. И в галлонах. У них еще вариант очень измерения топлива. Очень интересно. Это сколько миль можно проехать на одном галлоне. Вот так. Расход топлива так рассчитывается. Так, поезда нет. Нет. Хорошо. Точно нет. Точно нет. Ну, тут вот могут быть коллективы, то что надо будет посмотреть. Так, выгружаем. У нас здесь быстрая выгрузка произойдет. Сейчас, блин, я так подогнал трактор, что аж самому прогул. Придется выезжать. Так, выехали, вышли. Закажем поезд. О, еще один коллектив был. Тут все соберем сейчас. Так, вот заказ поезда здесь производится. Здесь погрузка у нас. Здесь у нас ретурм. Ну, train is going. Рер-прайвсун. 1,9 километра. Ну, где-то на горизонте уже должно быть виден. Так, как погрузка здесь, скорее всего, надо ждать его вот здесь где-то. Ну, где поезд? Интересно, насколько я угадал. Локомотив и первый вагон был. Еще не видно. 9. О, едет. Видите? Едет уже. Еще. Его не показывают. Хотя на карте он уже должен быть весьма близко. Долго, очень далеко отсекается объект. О, он появился. Сейчас будем играться. Он должен вот здесь где-то остановиться. Сейчас проверим. А вот даже здесь останавливается, я понял. Так. Так. Z Open Cover. Все открылись. Открылись. Да, мне сейчас главное попасть в правильное дагон. Опа, так, стоять. Канола старт, посмотрим, сколько там один поезд, ай, пропустил первый вагон, ну ладно, посмотрим, сколько тут. В принципе, поезд много вещается. Сейчас проверим, сколько, потому что 60 штук уже залилось. Вот так с поездами работают, соточка, ну 200, наверное, влезает. Да, кстати, наверное, все и влезет в один вагон. Сейчас посмотрим по литражу, сколько тут. 200, надо, чтобы 240 влезло. О, все влезло, 96, это где-то получается 25, 250 тысяч, наверное, вмещается. Ну все, все, можно ехать и поделим границу. Скорость большая, да, такая нормальная, 80. Да, хотим. Ну вот, сколько мы, лимон 400 получили, блядь, это офигенно. Это офигенно. Это офигенно. В принципе, если посмотреть на карту, за лимон 400 я могу, в принципе, скупить все. Вот это сколько стоит, 500 тысяч, 589, да. Семерка. Там, правда, очень нехороший, но валу я 624, в принципе. Да. Здесь поменьше. Ну, пока не будем, честно говоря. Мне пока забот хватает, восьмерка, это вообще сколько за 152 штуки и, по-моему, там ничего еще не посажено. Только cultivated, да. Может купить, засеять потом. 152 штуки, давайте купим. Ну вот, в принципе, сколько у нас уже куплено. Девятка там, трава, трава, трава и можно здесь все по траву сделать, блин, вообще все вычистить и сделать полностью по траву. Так вот, девятку и десятку объединить. Сколько? 154, да, покупаем. Перестроить там. 11 пока ставим, блин, надо на контрактах тоже жить. Я думаю, что я на этих полях чуть-чуть по контрактчику. Ну вот, видели, как поезд работает? Да, и мы, конечно, нас выкинуло где? Сейчас мы вернемся в свой трактор. Теперь вопрос, мне надо отказаться или не надо отказаться от поезда? Или он будет считаться, что он в рейнте? А, ну, все, все, поезд уже, все. Так, миллион пятьсот. Давайте тогда так сделаем. Идем в магаз, мне нужен плуг. Плуг нужен, да, потому что надо будет, вот, культиваторы, power subsoilers. Можно subsoiler использовать. Вот этот, интересно. И сеять еще, да? Bernard. Ну, 6 метров, узковатый. Спейдеры есть, но спейдеров тут мало. Плантерс, роллер, стоп, лоус. Вот здесь очень офигенный плуг. Это вот, мне больше всего нравится. Ширина 26 метров. Это офигенно. И можно его купить. Майн-колор мне такой не нравится. Давайте зеленый сделаем. Эх, нету красивого зеленого, да. Рим, пофиг. Да, attachers. Слушайте, я обниму еще. О, его можно... Ему можно еще что-то прицепить, да. И скорость, конечно, подниму, да. 25. Вот в самый раз, да. Buy. Это покупаем. Это не деньги, да. И нам надо еще одну вещь купить. Это сейлку. Сейлкой интереснее. Лучше всего, конечно, плантеры. Потому что они работают на почве. Вот мой любимый. Это вот мультифруид. На все абсолютно. Но проблема у него жидкие удобрения. Ну. Здесь тоже все с жидкими работает. Но вот этот мультифруид, единственное, который работает совсем здесь. Это только вот эти вещи. Сколько тебе надо. Это жидкие. Все с жидкими работают. У него сколько тут ширина. Берешь 3 метра. Блин. Ах, да что тебе 3 метра. Так. 17 метров. 36 метров. 36 метров. 36 метров. 18 метров. Ширина у нас поля большие. Тинза блю драйв. Тинза блю драйв. 18 метров. И у этого 18 и 2 метра. Но он универсален и практически для всех. Этот, конечно, было бы круто. Но у него 36 метров. Блин. Жидкие удобрения. Это вечная головная боль. Так я скажу. Но я, наверное, все же возьму этот. Который вообще на все. И скорость ему, в принципе, 23. В принципе, нормально будет. Даже 20. При сирене там надо очень хорошенько смотреть. 350 лошадей. Я думаю, у меня, по-моему, все тракторы больше 35. 350. Ну, хорошо. Бай. 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 Все. Ему культиватор не нужен. Но культиватор у меня есть. А теперь вот... Ай, не посмотрел. Может, из дешевого чего-нибудь было бы. Ну, а этот вот... Черт. Очень интересные моды. Давайте хоть посмотрим, как он выглядит. Феликс. Блин. А где у тебя седло? Блин. Такая уж рама. Длинная. Ох ты. Смотрите. Лонг. Илспешил. Эдишн. Стандарт. Так. Ну, по цвету это говно, блин, конечно. Слушай, ну, а где у тебя седло-то? Седло не вижу, да? Да. Сколько? 1500 лошадей, да? Слепер. Турбовинг. Блин. Ну, не знаю, блин. Что-то он такой у меня не очень. White. Стандарт. Рейм. Не, не будем мы его покупать. Есть. Получше. Он очень интересный. А, это сервис-фрейм. Значит, на него что-то ставится. Блин, а что на него? Ставится не ясно. Не будем сейчас рисковать, блин. Тем более, что мне не очень-то сильно сейчас и нужно. Так, хорошо. Тащим прицеп назад. Ну, блин. Ну, ладно. Поехали через ровчик. Тащим прицеп назад. И я думаю, что можно зерно продать. Или мельницу купить, блин. Вот зерно продать, мельницу купить, блин. Что делать? Подумаем. Ну, я думаю, что зерно продадим. Сейчас я только возьму, потому что... Сейчас возьмем плуг. Надо вот это наше поле вспахать. Потому что оно требует вспашки. Сейчас проверим. Ницпловинг. Единственное поле. А другие я уже буду засаживать. И там, в принципе, никаких проблем. Вот здесь еще и пахать надо. Так что, сейчас доедем посмотреть. Покажу технику. И, в принципе, на этом очередное короткое выключение кончится. И продолжим через некоторое время, наверное. Ну, сперва плуги посмотрим. Что у нас там есть. И вот надо пропахать вот эту территорию. Полей пока менять конфигурацию не будем. Мы здесь вот как раз посередине тоже место есть. Территория уже вся наша. Здесь... Надо будет продумать, какие культуры. Вот не так все просто, вот как кажется. То есть только первые месяцы у нас, в принципе, уже много чего сделано. Ну, можно было бы это поле купить. Блин, оно сейчас засеяно. Ну, вот опять рассыпать. И оно засеяно в этот же месяц. Так что с культурами будет посложнее. А если двоечка, сколько? Ну, давайте посмотрим, сколько за него хотят. 589 штук. Можно попить. Ну, наверное, я точно сейчас не буду уже на нем ничего не сыпать. Не... Сейчас глянем, что у нас тут такое будет твориться. Непонятно. Так, 64% expected. Так... Сейчас купим сателлитную карту, да? Подчейс. Кстати... На печаль. Здесь два убранных поля. Здесь, в принципе, нитроген надо сыпать. То есть... Удобрение, нитроген и багаж еще более-менее, но тоже сыпать надо. Но... Здесь уже, в принципе, везде все сделано. Тип... Почвы везде одинаковы. То есть вот этот он. Вот он, в принципе, везде. Сандилума нету. И вот оно такое. То есть вот не заморачивались насчет полей, да? Так. Мне теперь надо будет помянуть. Доедем до магазина. И, в принципе, я прицеплю сперва плуг. Пашем. Я думаю, что на одном поле мы сейчас посадим куку. У которого статус неизвестен. А на другой, наверное, ячмень. Не пшеницу именно, а ячмень. Да, но 500 лямов. Блин, ну и у меня, да, еще зерно есть на продажу. Так что я зерно, наверное, тоже продам. Но это уже долго возить и долго и упорно продавать. Так что... И вот здесь что-нибудь хочу такого интересного сделать, построить. Да. Мне вот как... Ай, ну тут дилер, дилер. Не, нифига здесь интересного не построишь. Разве что колонку можно. Ну вот, у нас стоят два агрегата. Сейчас подойдем поближе. Посмотрим. Может здесь еще какой-нибудь коллектив был найдем. Так, вот плуг. Который вот такой. Он нормально работает как плуг. Здесь посмотрим. Здесь коллектив был. Нет, не спрятано. Нигде-то. Тварь же не спрятано. Очень хитро. Я толстый не могу пролезть. Ааа, между забором я этим. Так, здесь у нас ремка. Это шоп у нас. Можно зайти в шоп. Нельзя зайти в шоп. Малин, какой неправильный шоп. Да, нельзя зайти. А здесь у нас продается тоже. Жалко заходить нельзя. Очень интересно. Интерьеры никто не делал. Я думаю, для хат. Но вот здесь тоже должно что-то где-то добыть. О, я же говорил. Да. А, и здесь может что-то валяться. В фермах обычно вот здесь еще что-то валяется. О, я же говорил. Обычно валяется здесь. О. Так, осмотримся. Осмотримся. Это стоило для животных. Туда мы привозим туда и выгружаемся. Ну, вот здесь еще что-то может быть. Ну, вот. О, я же говорил. Или даже два, да. Так что немножко прошлись. Давайте сейчас возвращаемся к нашим баранам. Во. И вот это вот кинзы, который самую, я считаю, лучшим в сейлке. А причем эта сейлка не требует обработки культиватором. То есть это чисто имплемент такой вот, чисто работающий, да. Вот, и поедем пахать сейчас. Плуг очень такой добротный тоже. Я с ним поля делал. Причем он работает как полностью развернутым, так и не развернутым виде. Ох ты, блин. Ну, знак какой. Знатный. Да, знатный знак. Цеплять нельзя, понял. Черт, и тут у нас наше поле уже. Тут вообще все, вся территория теоретически можно выкупить. Все. Ну, не хочу. Не хочу. Я не хочу в хлопок вляпываться, да. То есть там, в принципе, хлопок растет. Надо будет в уборочную машину прицепы купить. Так что здесь я не хочу. И получается так, что подождем чуть-чуть. Мне хватает сейчас полей. Ну, в принципе, мы за ним вот один месяц, блин, захватили почти всю территорию. Что потом делать? Только ее вот и обрабатывать, да. Сделал несколько контрактов, в принципе. Вот здесь вот. Да. Сыпать и сыпать. Два самых больших поля. Сейчас трактор оба пошлю и будем делать. Так. На вспашку этот будет такой самый быстрый трактор. Он больше для транспорта. Так как пахать можно на более медленном. Ничего там не случится. Сейчас пересоединим. Вот на этот переставим. Так. Оттого. Вот сюда его. Так. Отсоединяем. нам понадобится. Нам понадобится. Порше он. так разворачиваем. Вот такой агрегат будет. Большущий. Как-то так. Отпустили. Поехали. Да. Ну давайте. Неймита возьмем. Пускай он работает. Сейчас я проверю. Он проедет. Если правильно развернется. Иногда бывало, что он проскакивал конкретно и в другое поле запахивал. Я с неймитами уже знаю, как они работают. Вот. А на другой, наверное, вот сейчас трактор прицепим. Прицепим, да. Прицепим агрегаты. И в двух местах, наверное, кукурузу посеять на небольших полях и не париться. Потому что там статус поля неизвестен. После кукурузы запахивать надо так или иначе. Так что будет хоть понадобится статус поля. И надо разносить рост растений так, чтобы это было некоторое время между ними, да. Чтобы потом не на всех полях не собачиться, как у горелого, да. Особенно, когда в начале техники нет. Это важно. Вот. Сейчас быстренько доедем, развернем. Посмотрим, как он разворачивается. Здесь инструмент короткий. Очень короткая сцепка, да. То есть почти вплотную идет. Так что ему большого разворота не надо. Должен теоретически на дороге развернуться. Проверяем. Все. Край видит. Это хорошо. Это перепахало мне рельсы. Да, и вот разворот тоже очень интересно, да. То есть они не только вперед, но и назад умеют разворачиваться. Почему я люблю квадратные поля? Ну прямоугольные, скажем так. Так. Здесь он работает. Я думаю, там он ничего нам плохого не сделает. Так. Здесь у нас... Где мы стоим и зачем мы здесь стоим? Вот. А. Я тут собирался. Так. Это поле. Мое. Мое поле надо. Блин. Здесь семерка. Сайл информейшн. За шесть штук все куплено. Известно. Так. Пока швало я бат. Так. Бет. 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 Это у нас удобрение. Надо трактор с этим. С нормальным. Геннадий. Так. Теперь подумаем. Сейчас притащим сеялку. Хотя сеялку наверно сразу на поле можно сеять. Так что сейчас перервемся немножко. Для вас будет все это очень быстро и уже будут результаты под обзор всего месяца, что у нас получилось. То есть... Вот как-то так. Так что скоро все продолжится. Я еду. Ну что ж. Тяжелый день. Подошел к концу. Ага. Да. Ну давайте посмотрим сперва на карту. Потом на все остальные детали допустим. Да. Ну вот смотрите первые детали. Вот я посмотрел сколько было сделано. Да. У меня были две сети. То есть сейчас первый месяц еще. Да. Ну что у нас есть. Всего сделано 384 гид. Да. Обработано. Из них 18 пахано. Так что тут у нас творится не так. Так. 18 пахано. Это вот то поле, которое перед нами. Самое первое. Пассеяно 96. Обработано. Обрызгано. Это 281. Но это в действительности 281. Это удобрение. и мелко. Убрано 32 гектара. Олитки и винограда не было. Всего отработано 14 часов. 14 часов. Вот представьте. Это значит в час. Сколько мы обрабатывали? Где-то порядка 20 гектаров в час. Да. 20 гектаров в час. Это 3 тракторами и комбайном. Так. Плов тайм. Сонный тайм. Это все фигня. Гарбестный тайм. 1 час 33. То есть на горку урожая пришло 7 на 33. Проехал 225 километров. Ну. Использовано 2000 литров топлива. Да. Всего 252 тысячи литров семян. Да. И соответственно миллион 200 литров. Этих. Вдобрений. Ну. Вот так вот. И всего. Ну. Здесь как-то интересно. Тима плей 13.2. Здесь 14.38. Ну. Странно. Вот это несовпадение. Ну да ладно. Ну что. Сейчас пойдем по деньгам. Это будет самое интересное. Ну вот. И смотрите мой баланс. Да. Ну есть. Я кстати могу расплатиться с бюджетом. Да. Ну что. Можно на 350 тысяч. Я думаю будет спокойненько. что пришло в другой месяц. Давай здесь сейчас один день. Мне там на время не хватало на удобрения. И на все остальное. Потом уже денежка пошла. Так что в принципе ноль. приход. Сейчас у нас реально без. Баланс 661 штука. Не понимаю тотал и баланс. Почему разные цифры. Как он то считает. Ладно. Хорошо посмотрим. Так продана машина за лимон 200. Куплено за лимон 200. Соответственно. По. Самый большой приход был конечно по. Продаже зданий. Это вот с маленьких территорий. Которые мы имели. Продали все строения. И получилось 2 с половиной. 2 с половиной ляма. Да. Земли куплено за 3-4 ляма. И землю сейчас я покажу. Так. Это все обслуживание. Это лизинг. Это. Приход. Работа всяких разных наших. Устроений. Так. Миллион. Миллион. Почти ушел. На семена. И. Удобрения. Мы. Заработали. С двух полей. 2. 2. 6 лимона. Этих. Денег. Да. Контракт. Очень мало. Тут. Почти не делает. Заплатил. Всего. Четырнадцать. 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 Тысячи. Сто сорок девять. На всякие мелочи. Итого. Вот у нас такой баланс за первый месяц. По полям. Где было потрачено 3 миллиона. Вот смотрите. Сейчас включил. Да. Вот это все наше. Мое. Наше. Да. Все это куплено. Поставил несколько полей. Ну. Посмотрим. Может контракты будут. Может еще что-то подобное. Просто. Не хотелось их скупать. Здесь хлопок. Здесь хлопок. Здесь что-то еще растет. В принципе. Мне тут конечно нашкодило картошка. Тем не менее. Да. Еще. Вернемся к этому. То есть. Если посмотреть по сертилиту. То у нас пх. Везде идеально. Да. Если смотреть. Пх идеально. Удобрение. Ну. Если не считать вот этого поля. Там очень плохо. И ничего не видно. По-моему. То. Что там растет. Там. Рапс. По-моему. Растет. Там нифига не видно. Растет. В принципе. Вот. У нас все подготовлено. Вот. Об этом. Вариате. Я еще расскажу. Короче. Здесь трава. И здесь трава. А вот здесь. Самое интересное. Ну. Сейчас я объясню. Короче. Там получилось интересно. Ну. В принципе. В принципе. Вот. Елт. Это вот. Два поля. С которых убрали. Мы с этих полей. Срубили 2,6 лямов. В принципе. Очень хорошая. Уборка урожая. Здесь ниже. Потому что не было. Вперепахано. Полем. То есть. Я получил его засеянным. Но не вспаханным. То есть. Из-за этого. Чуть-чуть меньше результата. Вообще. Должно быть. Вот. Примерно так же. Все темно-зелено. То есть. По максималке. То есть. 125%. Но здесь. Получилось. Где-то. 120-100. Между 120 и 115. Так. Что дальше. Ну. Что засеяно. Вот здесь. Только. Мы сейчас засеяли. Кстати. Вот. Мне это не нравится. Надо будет исправить. Здесь. Не засеяно. Интересно. О чем тут. Тут у нас. Есть. Угад. Вот. Этот. Кусок. Мне очень. Не нравится. Ну. Ладно. Вот. Хорошо. Что я посмотрел. То есть. В этом мы исправим. Надо будет исправлять. Прямо сейчас. Теперь. Ну. Про основные моменты. Мы посмотрели. Так. Теперь. Вот. Покажу. Вот. Здесь. Что произошло. Здесь. Видите. Очень интересно. Интересная ситуация. Я. Там. Садил. Картошку. У меня. Уже. Но. Поле с картошкой есть. Что. Что получилось. Сейчас. Проедем. Осмотримся. Да. То есть. Реально. Получилось. Как. Мммм. Сеялка. Сеял. Сеял. От того. От дальнего. Края. На развороте. Зацепило. Поле. Вот. Это. И. Она. Прошлась. По этому. Полю. Засеяла. Я. Когда. Уже заметил. Найми. Так. Халтурит. Да. Было. Его. Пора. Останавливать. Но. Вот. В принципе. Получилось. Что. На том же поле. Растет. У нас. Картошка. А. Вот. Тут. У нас. Растет. Трава. Кстати. Текстура. Травы. Поменяли. Она. Стала. Более. Высокой. Да. Мне так кажется. Трава. Вот. А здесь. Трава. Ну. Вот. И. Он. У меня. Траву. Скамуниту. Но. Я. Сейчас. Попробую. Перестроить. Следующий. Месяц. Мы. Будем. Убирать. Траву. Готовиться. К животным. И. Соответственно. У нас. получится. Так. Что. Сейчас. Я. Гоню. Технику. Обратно. Хорошо. Что. Замерил. Там. Пробел. Заседен. Надо. Будет. Проверить. И. Закончить. Спасадки. Пока. В. Тот же. Месяц. Делать. Потому. Что. На. Следующий. Месяц. Будет. Разница. Просто. Здесь. Пока. День. Не наступил. В принципе. День. Не поменялся. Можно. Спокойно. сделать. Ну. Что. Техника. 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 Поговорим. О. Технике. Что. Ч. jewelry. Сделано. Покуплено. День. Так. Да. Будет. Интересно. Давайте. Магазин. Будет. Техん الون. У меня. У. В. Харвестер. Его. В. Бey. Сколько. Затрест��. подождем она понемножку выплатиться будет проще и головка сколько его из купить по немножко выплачу и будет проще так 29 процентов износов дальше по технике медовый трактор вот этот я не знаю я его наверно не нравится мне слабоват 1875 гп и ларжовый вот один ну то есть у меня сейчас два ларжовых 1 доллар или даже дак доллар трейлер мой любимый лук культиватор вот такой компактом от 1570 макс до флантер вот этот из мультифрукт мода на кинзы на все все вся и все едва разбрасывание 1 удобрение другой на мелкость тут тоже будет меняться на просто денег не было у меня есть было конечно под рукой не будем один куражный вагон принципе вот эта комбинация мне вполне хватает чтобы полностью все все себя обеспечить надо еще одну головку под кокоррузу и и подсолнух и в принципе перспективе мы будем конечно покупать машину для картошки вот есть по моему тут даже не картошку надо заходить а вот есть такой лиза в принципе вот такой универсальный я скорее всего его куплю и там уже при к нему присобачивается комбинации головки это такой это такой это тут конечно листик знаю в чем суть посмотрим а больше на 4 метра у других принципе почти тоже самое так что если посмотреть кстати можно если так смотреть для пота то набрать по моему даже очень посмотрю сколько берет ширина ай кстати вот вектор тоже против фруктов тут голова тоже к нему цепляется отдельно на 22 куба всего-то это вот уже с готовой головой море трон в принципе они все слабоваты ну вот подумаем я скорее всего бит технологи по моему здесь будет будет тоже роба и к нему комбинации голова вот допустим тоже четыре метра так что без разницы в принципе четыре метра это по моему самый большой широкая голова если не считать всяких недостойных причем я еще проверю но надо универсально и думал чтобы смерть чем разница на то посмотрим в принципе вот такие дела принципе день был очень успешным очень напряженным день этого месяц скажем так на котором мы проработали где моя хата по карте еще не ориентируй оказалось уже долго ездил наша там сейчас отвезем технику ну и в принципе в следующий месяц что нас ждет давайте глянем и обсудим дальнейшие планы также говорите понравилось вам не понравилось такой формат так скорее всего следующий месяц будет это поле 11 там у нас это тоже картошка но два поля будет это хорошо два поля то будет картошки по моему вот не вот а вот потата здесь картошка сорду сорда ну хорошо в принципе сорду картошка на картошку купим и обкатаем интересно да это радует что только два поля то есть я стараюсь раскидать их по мере возможности у меня здесь непонятно немножко семинар ну хорошо там богостановка вот такая диетика в принципе сейчас тоже подъедем вот вся будет стоять будет все видно работала она все черная грязная черная надо и заправлять так что хороший день я считал в принципе за день они сутки ну грубо говоря за один месяц мы захватили всю почти всю территорию карта это реально даже о чем я думаю я хлопок сейчас здесь не хлопок я хлопок мне нравится мне этот трактор я его сейчас смею давайте навезем прицепы до места до дома и возьмем другой трактор просто тупо возьмем слабоват он не тянет тяжело даже вот с этими прицепами он работает медленно тоже так сейчас мы сделаем откатаемся и приедем и сдадим и будет на этот день все надо будет только проверить что там у нас не срослось и что там по плотности санатов я там проверю вот здесь как раз поедем мимо и проверю вот все мои прицепы вся техника стоит вот и мне еще в комбайн брешься давайте мы сейчас его поставим отцепляем давайте сетку заменим и будем считать что на сегодня все принципе очень удачно сильный день да то есть еще тут кстати у нас понемножку делается силочного силочек это так 18 до пока еще еще подумаю продавать или все же это был тот самый угол посмотрим что здесь такое творится у меня как-то обманывает или все же что-то не просеивалось потому что это поле делал по контракту сейчас мне интересно может я слишком рано закрыл контракт интересно как это влияет реально на ситуацию нам все равно тут угол ехать сейчас и проверим трактор трактор привезу продам и херстом жалко бензин свинит у меня такой немножко жаба давя сейчас с бензином продавая денег сколько всегда теряем деньги но это не страшно но с очень хорошим балансом выше потому что все поля подготовлены удобрены и у нас все супер отлично сейчас я проверю сам край может придется еще заехать просеять так что сейчас глянем в принципе одну один ряд пропах просеять это не проблема главное сейчас это сделать это у меня вят 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 вроде бы все просеяно растет первая стадия ну ладно будем считать что хорошо взять большое поле от меня задолбаюсь его убирать а потом еще солома соломой тут проблем не будет идея какая дальше куда двигаться в принципе будет наверно двигаться в овчарню и коровник курятник может быть но в принципе курятник мы наверно в следующем месяце сделаем если будет трава может и овцы купить так что вот так вот то есть вот так 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 да вот сколько то 82 штуки получили давайте щас купим нормальный трактор купим или в аренду возьмем посмотрим вот чего вы конечно нет и тут вот этот очень интересно при пауэр за сто семьсот лошадиных сил ну давайте посмотрим как он выглядит очень странно такой трех тоже пчачка есть тоже пчачка есть цена тоже блин не сверх большая да интересно так у него скорость 61 кпг слушать а вот интересная вещица давайте попробуем трюк есть так смотрим фонги фонда хич он гидравлик он еще трех точечка можно так это гидравлика гидравлика слушайте трех точечка с фронта да даже интересно фендер даже интересно фендер 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 смотри ну я знаю но декали пиковы типа есть интерьер колор краулер лучше смотреться синие так интерьер инфитер ах так надо кошку купить хорошуда да смотрите даже трехместным размажу очень данная но штука на семьсот лошадей Вален, очень интересно. Новая штучка. Недорогое. Майнколор. Давайте сделаем какую-нибудь. Очень интересно. Я вам назад слишком радикально. Такой зеленый. И у нас все. Ну слушайте, ну интересно, надо попробовать. Why? Yes. Давайте посмотрим. Тварь дикая, 60 км в час. Слушай, у меня у него как-то даже не улыбка. Послушайте, он резан. Действительно, резан. Интересно, ну, поднагрузка и, в принципе, и повороты очень такие хорошие. Да. Слушайте, офигеть аппарат. Мне понравилось. 700 лошадок, 199. Ну, обкатаем, узнаем. Ну, сколько разгоняешься? 61, да. Как и обещано. Как и обещано, техническими характеристиками. Но очень интересно. Мне он очень нравится. Интересно, как он будет смотреться с прицепом. Сейчас к кому-нибудь прицепим, посмотрим, как он будет. Но лошадиная сила, конечно, впечатляет. Ну, и обкатаем его, соответственно. Сейчас приедем домой, посмотрим, как будет смотреться с прицепом. Вот, да, вы, если кто-то не подписался, подпишитесь, пожалуйста. Вот, и добавим. Ну, это надо. Это надо, да. Лайк, коммент, приветствуется. И, да, на ферме мы сейчас можем экспериментировать. Есть у меня разные все... А, и, кстати, да, сахарный тростник же посадил. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, он... Трифтошечка у него нормальная, надеюсь. Никаких проблем не будет. Ну, да, все нормально, подсоединяемся, слушайте. Очень интересно смотрится. Атасная машинка, какая экономия денег, я бы сказал. 200 тук всего, да. Это мод интересный или нет? Так. Ай, да, The Wolf Agripaura мод. Ну, ладно. Ну, фиг с ним, пускай будет. Мне понравилось. Ну, на весь факт на них будет переводить. Маленький, компактный и офигенно смотрится. Движок и гусеница, больше ничего, блин. Причем два, две-три точки. Да, супер. Да, это все надо будет когда-нибудь помыть, подремонтировать и этим займемся. Ну, вот, на сегодня, наверное, все. В этом видео увидимся в следующем месяце. Я еще сделаю пару видео, наверное, немножко про животных и отдельно про, наверное, про пчел. Тоже животные, но про пчел. Вот. Так что жду на канале. Всем большое спасибо, кто смотрел. Ну, и что, скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok